Здравствуйте всех зрителей БукТВ! Мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста, подготовленный корреспондентами нашего канала. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. В студии Виталий Матюшин, как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Сохраняем статус лучшего города Беларуси. В Бресте ведутся активные работы по осеннему озеленению, улучшается дорожная инфраструктура нового микрорайона ЮЗМР-5, в Ковалево идет процесс установки первых подземных контейнеров, а в городском саду прибавляются новые именные скамейки. Яркие люди яркой профессии. Ирина Кузьмич обрещанах, которые своим трудом способствуют духовному здоровью человека, делают жизнь людей насыщеннее и красочнее, привнося в наш мир гармонию. Беларусь празднует День работников культуры. «Мы не герои, мы обычные люди, спасающие обычных людей». Спецрепортаж Людмила Логодич о буднях без праздников волонтеров поисково-спасательного отряда «Ангел». В эфире программа «Итоги недели» мы начинаем. В областном центре в любую пору года ведутся активные работы по его благоустройству. Отличным подтверждением вышесказанного стали люди и организации, которые вносят свою лепту в ухоженный и красивый вид тысячелетнего Бреста. Чтобы сохранить статус зеленого города, здесь до сих пор проходят работы по озеленению, высаживают молодые деревья и кустарники. В Брестском городском саду появляются одна за другой новые именные лавочки с табличками, на которых написаны добрые пожелания и различные слоганы. В это же время идет процесс установки первых подземных контейнеров, которые поспособствуют тому, что дворы города над Бугом станут чище и уютнее. А в новом микрорайоне Юзумер-5, который практически сформирован, все силы сейчас сосредоточились над дорожными развязками, которые позволят улучшить транспортную инфраструктуру в этой части города. В течение всей рабочей недели наши съемочные группы работали в направлении под кодовым названием «Благоустройство Бреста», чтобы собрать большой материал. Журналисты, операторы и водители проехали немало километров, побывали на разных локациях. А сколько звонков, согласований и утверждений предшествовало всему этому процессу, знает наш корреспондент Ирина Кузьмич. Микрорайон Юзумер-5 площадью в 55 гектаров уже практически сформирован и отличается от других архитектурным решением. На фасаде каждого здания уникальная тематическая графика, которая поможет без особых трудностей найти нужный дом. Кроме того, в этом микрорайоне принят ряд современных решений, начиная от транспортной инфраструктуры и заканчивая дворовыми территориями. Сейчас активно ведутся работы над дорожными развязками. Планируется строительство по этому году сетей ливневой канализации. Это перекресток улицы Маслова и Кольского шоссе. Ливневой коллектор также, диаметр 1200 мм. А уже на следующий год выход на благоустройство самой улицы и самой перекрестка. В самом районе улицы уже все построены и сданы. Основные улицы, которые здесь остаются, это улица Маслова, это тоже переходящая на следующий год, и улица Мы. Улица Мытния будет соединяться с Варшавским кольцом и станет трассой с выходом на Ковельское шоссе. К слову, сейчас на строительстве этого объекта задействовано порядка 25 человек и 15 единиц техники. На данном этапе здесь ведется устройство щебеночного основания под проезжую часть, монтаж элементов благоустройства. Готовимся переключить транспортные потоки и приступить к строительству магистрального коллектора. И пока новые микрорайоны строятся, старые совершенствуются. В микрорайоне Ковалева началась работа по остановке заглубленных контейнеров для сбора отходов. На смену более 160 привычных баков придет 23 подземных контейнера с мешками внутри, которые будут закопаны на глубину метр семьдесят, а на поверхности останется лишь небольшая и аккуратная часть с крышкой. В ближайшем будущем новые площадки будут дополнены емкостями для сбора вторичных материальных ресурсов в нужном количестве. Выполняя государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда», Брестский мусороперерабатывающий завод строит современные заглубленные площадки для сбора твердокоммунальных отходов с целью закрытия мусоропроводов и обеспечения надлежащего санитарного состояния в жилых домах и на прилегающей территории. В настоящее время определен район строительства заглубленных площадок – это район Ковалева. И на этом благоустройство не заканчивается. В то время, пока осень меняет зеленый наряд областного центра на более яркий и желтый, золотой, багряный, работники коммунальника не дремлют. Деревья, цветы и кустарники в областном центре на особым счету. Они – еще одно украшение города. Компания по осеннему озеленению города стартовала 1 октября. В основном высаживают устойчивые к городским условиям породы деревьев, среди которых липы, клены, березы и рябины. Что касается кустарников, то здесь преобладают форзиция, спирея, можжевельник, барбарис и жасмин. Ассортимент для оформления объектов озеленения стандартный, но качественный. Озеленением планируется в осенний период высадить порядка 4,5 тысяч деревьев, 5800 сеянцев сосны. Это на участке лесопаркового хозяйства. В данный момент еще занимаемся уборкой опавшей листвы, которая сейчас обильно падает. Согласно действующему законодательству, осенний период для посадок – это октябрь-ноябрь. До 1 декабря мы должны выполнить все, согласно заключенных договоров, посадки. И пока в городе появляются новые деревья и кустарники, в городском саду добавляются именные лавочки, выполненные в одном стиле, сделанные из металла и дерева. Их главная особенность – таблички с добрыми пожеланиями или посланиями. Слоган «С уверенностью в будущее» появился недавно на скамейке от работников Брестской областной нотариальной палаты. Новая лавочка расположилась прямо возле входа в городской сад. Нотариус у Брестского нотариального округа надеется, что она станет отличным местом для отдыха, ведь именно здесь бурлящая жизнь города граничит с тихой зеленой гаванью. Мы бы хотели, чтобы эта скамеечка стала своего рода талисманом желаний, чтобы независимо от возраста, мал или стар, молод или человек в возрасте мог посидеть на ней, почитать газету. Возможно, кто-то бы признался в любви своей девушке. А вообще мне бы хотелось, чтобы на этой скамеечке исполнялись самые заветные мечты любого человека. Возможно, эта лавочка и правда станет началом чьей-то счастливой истории, ведь устанавливали ее самыми добрыми пожеланиями Брещанам и Брестам. В следующем материале программы мы расскажем о предприятии с большой историей. Предприятие, которое многие годы производило технологическое оборудование для пищевой промышленности, комплектующие для газовых и электрических бытовых плит, а также запасные части грузовым и пассажирским автомобилям. Сегодня на производственных мощностях открытого акционерного общества Брестмаша, а именно о нем мы будем рассказывать, выпускают микроавтобусы МАЗ, как пассажирские, так и грузовые. Автомобилям присваивается ВИН-код Брестмаша, и они уже апробированы не только на белорусских дорогах, но и на трассах России, Украины и Казахстана. На предприятие отправились наши корреспонденты. Смотрите сюжет Людмилы Логодич. С 2018 года открытое акционерное общество Брестмаш, которое входит в состав холдинга Белавтомас, реализует уникальный проект – сборку малотоннажной автомобильной техники. Сегодня уже сошло с конвейера, и главное, реализовано более 150 автомобилей брестской сборки. Комплектующие поставляет Минский автомобильный завод, значительные части из которых закупаются у крупного китайского производителя Як Моторс. Кузов спроектирован его итальянским филиалом, над некоторыми элементами внутренней отделки потрудились японцы. Но уже активно внедряются детали и элементы, которые сделаны на территории Республики Беларусь. И это только начало большого пути, ведь Брестмаш держит курс на 100-процентный переход к комплектующим отечественного производителя из стран Еврозес. На сегодняшний день ко всем тем направлениям, которым занималось предприятие, значит, добавилась еще автомобильная сборка. Вот этого ни в городе Бресте, ни в Брестской области нет. Стоит задача генеральным директором поставленная и Минпромом, это локализация производства, то есть постепенный переход на комплектующие, произвезенные в Республике Беларусь и в странах Еврозеса. Брестмаш выпускает две базовых модели малотоннажной техники. Пассажирский вариант на 16 мест и грузовой фургон, шестиступенчатая коробка передач, сигнализация, центральный замок, кондиционер и парктроник, электроприводы, зеркал и стекол. И все это входит в базовую комплектацию. Техника не уступает европейским образцам и моделям, а двигатель на 150 лошадиных сил соответствует экологическому стандарту Евро-5. В сборке этих машин Брестмаш чувствует себя уверенно. Автомобили востребованы в таком объеме, что цех едва успевает выполнять заказы конечного потребителя. Техника уже узнаваема и успела хорошо зарекомендовать тебя отсутствием поломок. Следующий шаг – выпуск модификаций с индивидуальной комплектацией по запросу клиента. Эти автомобили выйдут с конвейера с ВИН-номером нашего Брестского завода. Эти две основные базовые модели, их можно трансформировать далее как угодно. Например, из грузового фургона можно сделать грузопассажирский вариант, можно сделать какой-то специальный автомобиль, равно как и, переоборудовав пассажирский вариант, сделать какие-то специальные автомобили, типа скорой помощи, оперативной штабной машины и так далее. Мы на базе грузового автомобиля МАЗ изготавливаем свой первый брестский автомобиль под брендом «Брест МАШ». И основные преимущества его по сравнению с базовой моделью – это отсутствие платы за дороги, то есть нет необходимости выплачивать белтов массы автомобиля до 3,5 тонн и имеет право садиться за руль водитель с категорией «Б». Сборка проходит в обновленном цеху площадью 6 тысяч квадратных метров на мощностях Минского автомобильного завода. Перед сдачей в эксплуатацию автомобили проходят целый ряд технологических этапов. Их более 50, и каждый считается завершенным только после тщательной проверки и сдачи под подпись. Финальным аккордом является обкатка. Последним тестирует технику опытный водитель-испытатель и вносит свое заключение. «Проста в обслуживании, есть все необходимые опции – кондиционер, круиз-контроль, ну и она составит конкуренцию известным мировым производителям». Выпускаемая техника качественная, и об этом говорят испытания, а также отзывы конечных потребителей. На продукцию «Брестмаша» сформировался устойчивый спрос на внутреннем рынке. Экологичность, комфорт, простота в обслуживании и экономичность на трассе в городе. Эти и другие качества автомобилей уже оценили покупатели. Среди которых «Брестэнерго», «Школа конного спорта», а также медучреждения нашего города. Поставляется техника и в другие страны. «На сегодняшний день, по сути, вся техника, которая нами собрана, она уже законтрактована. И на складе, по сути, нет ничего. Я знаю, что реализовано несколько автомобилей в Украину, в Россию, в Казахстан». Сегодня «Брестмаш» с успехом совмещает работу по сборке и модификации автотехники, работает по индивидуальному заказу и готов выполнить запросы самого взыскательного и требовательного покупателя. И такой темп работы – не предел возможностей предприятия. При необходимости мощности завода позволят увеличить выпуск до 2000 единиц техники в год. Над этим сейчас и работают лучшие специалисты. Так совпало, что неделя эта была обозначена несколькими профессиональными праздниками. Обойти хотя бы один из них для журналистов не представляется возможным, поскольку все они значимы. С каждым человеком, принадлежащим к профессии, мы соприкасаемся каждый день. Не удивляйтесь, это действительно так. Это работники культуры, почтовой связи и архитекторы. Поэтому этот блок программы «Итоги недели» можно обозначить как праздничный. Но пойдем по порядку. Речь в нашем следующем материале выпуска пойдет о людях, которые делают мир вокруг себя ярче и интереснее. Они смотрят на все немного шире и верят, что однажды смогут перевернуть все вокруг себя, сделать не просто комфортным и удобным, а самым близким по духу. На текущей неделе свой праздник отметили архитекторы всего мира. Согласитесь, благодаря их безграничной фантазии и таланту на карте с каждым годом появляется все больше необычных объектов. И то, что сначала родилось только на бумаге, как эскиз, со временем переживает период воплощения. Брестская школа архитектуры известна уже не одно десятилетие. Сегодня ее представители успешны и известны не только на родине, но и за ее пределами. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела свою параллель и узнала, что же такое архитектура в формате 2020 и что в это понятие вкладывают представители разных поколений. Все подробности прямо сейчас. Мастерские будущих архитектора в Брестском государственном техническом университете находятся в стороне от других учебных корпусов. Здесь нет назойливых звонков и посторонних людей. Все условия для того, чтобы душа и ум могли творить в унисон. Как правило, учиться сюда приходят люди, увлеченные живописью и архитектурой. Они тонко чувствуют форму, легко сочетают в голове композиции и цвета. А еще они уверены, что каждый день проведенный в стенах родного университета проходит не зря. Архитектура меня привела страсть к рисованию. То есть я ходил в художественную школу, рисовал, у меня это довольно хорошо получалось. Плюс черчение в школе нормально шло. Вот это были предпосылки для поступления. В колледже я присматривался, поэтому решил пойти потом еще в университет получить выше. Технический университет открывает перед студентами достаточно широкие перспективы. Хочешь учиться – багаж важных знаний ждет. Немаловажно и то, что занятия проходят под наставничеством не только педагогов-теоретиков, но и практиков с достаточно известными именами. Николай Власюк-старший большую часть своей жизни посвятил мастерству реставрации. Одному из направлений в архитектуре. Его обоснованные научные проекты легли в основу многих кандидатских и докторских работ. Сохранение исторического наследия города – не это ли мы должны делать во имя памяти? Считает наш собеседник и добавляет – здесь есть над чем работать. Если архитектор – это творец, он художник, он поэт, он что такое, то реставратор больше ученый. Это работа реставратора больше похожа на работу криминалиста, который разыскивает, ищет болезни, ищет причины, почему памятник погибает. И в основном только то, что научно может доказать. Никакой фантазии. То есть это немножко разные сферы. Вот и белоработы с недвижимыми историко-культурными ценностями, и вообще с объектами. У нас очень много памятников, много историко-культурных ценностей, которые внесены в государственный список. Только по одному историческому центру у нас памятников без категории – порядка 300. И это только выявленки, внесенный в государственный список. Но дело в том, что ты начинаешь работать с памятником, с просто каким-то объектом старым. Когда историк работает и ищет в архивах материалы, он оказывается самым шедевром, и его необходимо внести в список. История каждого города – это история взглядов на его будущее строителей и архитекторов. К сожалению, судьба нашего областного центра не была простой. Но трудолюбие его жителей позволяло ему вновь и вновь возвращаться на карту в качестве уютного, красивого, гостеприимного места. Особый ветер приятных перемен ощутил Брест в преддверии тысячелетия. И то, как он выглядит сегодня, во многом заслуга мудрых градостроителей, находящихся у руля. Николай Власек-младший – продолжатель творческой династии. Главный архитектор города всегда видел перспективу в урбанистике и грамотной организации пространства, чтобы каждый чувствовал себя здесь комфортно. Свежие мысли дают командировки, общение в научных кругах и с молодежью в качестве преподавателя. Должность главного архитектора заставляет мыслить достаточно широко и понимать. Не только быть в ячейке или в сфере архитектуры, а понимать, как архитектура городостроительства должна увязываться с общественным мнением, с экономической ситуацией, с экономической политикой. Как эта городостроительная политика должна гармонично вкладываться в развитие города. Для того, чтобы просто мало хотеть, надо понимать, как работает система, как работают эти винтики, механизм, для того, чтобы какие-то идеи можно было реализовать и внедрить. В историях наших героев, архитекторов-властюков, старшего и младшего, есть одна важная общая составляющая. Отец и сын открыты к свежим мыслям и идеям, готовы к диалогу, движению вперед, которое порой можно сделать, внеся легкие коррективы в проект или обратившись к истории, на первый взгляд, неприглядного объекта. Ведь наш быт и наши мысли определяют то, что нас окружают. Архитектура – это мир, в котором можно сохранять память и традиции и приближать будущее, делать его реальностью. В наши дни культура Беларуси не утратила своего высокого статуса. Она охраняет нашу историческую память и духовный код. А помогают ей в этом и люди, которые причастны к творческой сфере деятельности. 11 октября свой профессиональный праздник ежегодно отмечают работники культуры. Торжественные мероприятия, приуроченные к праздничной дате, начались еще накануне, со слов поздравлений, пожеланий и благодарности. В городе над Богом немало людей талантливых и творчески одаренных. Писатели, художники, актеры и музыканты, работники музеев и выставочных залов, руководители творческих коллективов и многие другие – все они украшают и прославляют наш город. О людях, которые привносят в нашу жизнь искусство, гармонию и красоту – материал Ирины Кузьмич. Брестский дворец творчества «Театр кукол» накануне собрал на праздничный концерт тех, кто своей работой дарит окружающим радость и улыбку. В преддверии Дня работников культуры слова благодарности и добрые пожелания звучали в их честь. Именно они создают праздники, дарят эмоции. Благодаря их труду в городе ежегодно проводится около двух тысяч массовых мероприятий. Правда, в 2020 году многие прошли в режиме онлайн или дистанционно. Вспоминая масштабное празднование Тысячелетия Бреста, председатель Брестского горсполкома Александр Гачук отметил, что город настолько отвык от таких мероприятий, что, кажется, это было очень давно. Ничего страшного, давайте относиться философски и воспринимать те испытания, которые сейчас на наших плечах, да не только на наших, в целом по всему миру, как хорошую такую перегруппировку, выражаясь военным языком, подготовку к новым нашим победам. А я уверен, что у культуры города Бреста они обязательно все еще впереди. И те традиции, которые были опробированы, я имею в виду и в массовых мероприятиях на Тысячелетия, я имею в виду и в работе учреждений культуры. Все это, естественно, так просто не конец лету, оно все будет реализовано, и я это вам обещаю. Чествование лучших работников культуры – кульминационный и волнительный момент для творческих людей. Они на протяжении долгих лет делают все возможное для культурной жизни города и по-настоящему живут работой. Зал Брестского театра «Кукол» собрал в одном месте как молодых людей искусства, так и ветеранов этой сферы деятельности. И это люди разных профессий. Работник культуры вот как-то звучит суховато и официально. На самом деле вот это название объединяет таких разных людей. Это и литераторы, писатели, художники, артисты, танцоры, это специалисты по историко-культурному наследию, это скульпторы, это библиотекари, это музейные работники. Продолжать можно, продолжать и продолжать, потому что их нас на самом деле много. Но вот это сухое название, оно, может быть, не отображает, какие мы все творческие люди, как мы умеем вдохновляться. В числе тех, кого награждали почетными грамотами Брестского городского исполнительного комитета, Дмитрий Бронский, директор детской музыкальной школы искусств номер 2 города Бреста. Благодаря таким творческим школам дети с малых лет разносторонне развиваются, приобщаются к искусству и становятся его частью. Наша земля Брещена богата на талантливых детей. И, конечно же, есть и такие маленькие звездочки, которые зажигаются, они лауреаты спецфонда президента. Каждый год бывает по-разному, где-то есть один-два человека, то есть это уже как решит комиссия Министерства культуры. В нынешних реалиях самое важное для человека – это развитие богатства души. Потому что, конечно же, существует много точных наук, важно знание, объективное знание, но тем не менее для того, чтобы человек мог жить полной жизнью, чтобы раскрывалась творческая личность, безусловно, самое важное – это развитие личностных внутренних качеств каждого человека. Этому способствует художественное творчество, такие, как музыка, такие, как художественная литература, конечно же, танцы. Лучших представителей профессии – это около 30 человек – отметили заслуженными наградами, грамотами и благодарностями. Понять, сколько труда творческие люди вкладывают в свою профессию, сложно. Но слова о том, что люди искусства не придерживаются стандартного распорядка дня, ни у кого не вызывают сомнений. Ведь они живут работой. Когда приходят в профессию, ведь очень немногие уходят. Может быть, это случайные люди, может быть, как-то неправильно выбравшие эту профессию. Но те люди, которые осознанно, они остаются на всю жизнь. Это работа, это хобби, это интерес, это вот можно объединить все одним словом. Это жизнь тех, кто занимается культурой. И не только их, их семей, их близких, их мужей, их жен. Я глубоко убеждена, что мы все работники культуры – это навсегда. Творчество начинается в сердце, а потому миссия работника культуры – одна из самых прекрасных – дарить эмоции и радость другим. Правда, сами люди, выбравшие творческий путь, часто забывают о собственной значимости. У нас такой очень скромный труд, как однажды кто-то сказал, что чьи-то праздники – это наши будни. Поэтому мы забываем иногда, что мы делаем. Но приходят люди, для них же это так важно. Они уходят, у них там что-то заинкает, наверное, от того, что мы делаем. И ты как-то теряешь значимость того, что ты делаешь. Я иногда думаю, господи, на что я трачу свою жизнь? Бывают такие мысли, правда, особенно когда видишь работу врачей или спасателей. Ты понимаешь, что у человека забери этого человека, и будет катастрофа. А про свою профессию иногда думаешь, что ну и что. Ну ничего, нормально, все же проживут без театра, ничего страшного. Но вот такие моменты, они возвращают какое-то такое состояние. Ты понимаешь, что не зря, что это нужно, это необходимо. Отличным подарком для присутствующих на мероприятии стали яркие выступления. Подготовить праздник лучше, чем это делают работники культуры, никому еще не удавалось. Жизнь продолжается. Я хочу, чтобы все у нас с вами было на взаимопонимании и на взаимосогласии. Я понимаю, что работники культуры в силу особенностей своей профессии – это люди энергетики. Это люди, которые сами изучают энергетику и чувствуют обостренную энергетику внешней среды. Я всех очень люблю, уважаю и ценю. Мы вместе, у нас одна родина, у нас один город. И нам надо двигать вперед наш город. И я не сомневаюсь, что все у нас с вами получится. Можно много еще раз говорить. Я хочу сказать вам, пожелать крепкого здоровья, всем нам крепкого здоровья и оптимизма. Поверьте, что все замечательно и все только начинается. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». На этой неделе свой профессиональный праздник – Всемирный день почты – отметили люди, которые заботятся о том, чтобы нужная информация дошла до адресата, чтобы срочные телеграммы были приняты вовремя, а посылки доставлены прямо в руки заказчику. Праздник появился в календаре в далеком 1969 году и с той поры не теряет своей популярности. И пусть сегодня люди не так часто обмениваются бумажными письмами, зато с удовольствием заказывают здесь товары, оплачивают услуги, пересылают отправления и открытки. В преддверии праздника наши корреспонденты побывали сразу в нескольких брестских отделениях почтовой связи и узнали, чем сегодня живет учреждение и его большой дружный коллектив. Вот с таких маленьких голубей начиналась несколько столетий назад история большой структуры, которая сегодня имеет почетное наименование Белпочта. С той поры прошло много времени, однако работники Брестского филиала бережно сохраняют историю своего предприятия и передают ее молодым коллегам благодаря музею. Он, кстати, размещается ровно на том же месте, где много лет назад начала полноценно функционировать почта. Ансамбль из зданий станции появился в конце 40-х годов XIX века. Согласно положению, Брестское учреждение имело вторую категорию казаний и услуг. Неплохо, с учетом того, что выше считалось первое. Собирать и передавать письма оказалось делом непростым. Почтальоны трудились и в дождь, и в зной, в войну и под обстрелами. Сегодня, конечно же, работа сотрудников Брестского филиала более комфортная и удобная, однако функцию у специалистов прибавилось. Сегодня это высокотехнологическое предприятие с высокими технологическими процессами, с автоматизацией процессов, в том числе и с развитием новых направлений. Мы неотъемлемая часть в целом развития нашей отрасли в Республике Беларусь и вместе двигаемся к поставленным целям. В век информатизации почта не стоит на месте. Хотя сегодня многие манипуляции в отделении можно совершить самому, посредством терминалов и инфокиосков. Работают площадки для самообслуживания. Хотя это не отменяет и живо в общении с клиентом, который порой хочет видеть сотрудники почты не только специалиста, но и хорошего, надежного друга, готового помочь решить возникшую проблему. В день около 5000 отправлений полностью в нашем отделении. Обслуживаются около 600 организаций. В день около от 100 до 150 организаций. Обслуживаются такие крупные организации, как Брестэнерго, Райсполком, Брестский газоаппарат, Белтелеком. У нас в отделении установлена электронная очередь, это намного удобнее получается. Также клиенты могут сами отправить заказное письмо, у нас смартфон стоит, и платежи могут принять без комиссии, без очереди. Да, писем мы сегодня пишем друг другу меньше, однако приятные открытки на праздники продолжают оставаться хорошей традицией. Кроме того, активно сейчас развивается и посткроссинг. Побывал в стране и отправил на родину памятную карточку с изображением увиденного города. Для таких случаев в Брестском отделении существует сувенирная лавка, где всегда есть чем удивить. Белорусская почта понимает, что то изображение на почтовой карточке, которая полетит за пределы нашей страны, расскажет именно своим видовым изображением про нашу прекрасную Беларусь, про то, какая она красивая, какие у нее традиции, какая у нее история. И именно с этой маленькой такой почтовой открыточки про нас узнает большое количество людей во всем мире. Почтовое отправление, финансовые услуги, доставка товаров и грузов, работа с бизнес-корреспонденцией. Список услуг, которые входят в компетенцию специалистов Брестского филиала РУБ Белпочта, достаточно обширен. Сегодня здесь заинтересованы в том, чтобы каждый приходящий клиент был услышан и получил именно ту услугу, которая ему нужна, причем в максимально быстрые сроки. Во всем мире существует порядка 650 тысяч почтовых отделений, в которых работают более 5,5 миллионов сотрудников. Достаточно большая цифра. Однако к почтовой сфере имеет отношение и каждый из нас. Сложно представить человека, который бы никогда не отправлял письмо или посылку. Поэтому Всемирный день почты – это день всех тех, кто связан с коммуникацией и информацией. А еще профессиональный праздник людей, делающих этот диалог эффективным и оперативным. Работать с людьми, наверное, самая сложная работа. Но, несмотря на это, в отрасли почтовой связи работают настоящие профессионалы. Соответственно, нам все по плечу, мы со всем справимся. И те планы, те мысли, те идеи, которые мы сегодня перед собой ставим, они однозначно будут покорены. И вершины будут за нами. Здоровья всем крепкого, успеха. Пусть все ладится. Пусть будет мир, пусть будет яркое и красивое солнышко. Не только на небе, но и в сердцах, и в душах нашего коллектива. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Ежегодно в нашей республике пропадает 12 тысяч человек. Причины могут быть разными. От проблем со здоровьем до банальной. Кто-то заблудился. Поисково-спасательный отряд «Ангел» единственный в Белоруссии, занимается поиском пропавших людей, причем на добровольной основе. Кто эти люди, готовые сорваться по тревоге в любое время дня и ночи, часами прочесывать каждый метр леса, нырять на дно водоема и все ради одной цели – спасти чью-то жизнь. Ответ на эти вопросы в материале Людмилы Логодич. Виктор Харик – один из тех, кого жизненная ситуация однажды заставила набрать номер поисково-спасательного отряда «Ангел». Обстоятельства произошедшего мужчина и сейчас может рассказать в деталях, но до сих пор не может поверить в то, что случилось. Его брат Анатолий пропал. Сказались последствия давней черепно-мозговой травмы. Мужчина потерял память, не помнил, кто он и где его дом. Когда надежды, казалось бы, уже не было, его пропавший без вести брат был найден, живым. Две недели мы там с этим поисковым отрядом ездили по лесам, по полям, кругом они там и лодки брали, и плавали. Ну, молодцы ребята, ничего не могу сказать. Я был очень удивлен. Там они прям как спецназ. Через две недели все-таки по ихнему объявлению библиотекарь увидела на фотографии брата, позвонила сначала командиру отряда Александру, потом они, видно, созвонились с оперуполномоченным, там с РОВД, и уже как бы нашли брата. Благодаря самоотверженной работе людей из поисково-спасательного отряда на этот раз все закончилось благополучно. Но сейчас, когда грибной сезон в самом разгаре, многие идут в лес, не задумываясь о том, что даже в знакомой местности можно легко заблудиться. Когда отсчет времени идет на часы и даже минуты, к поиску подключаются те, чей девиз – спасти как можно больше жизней и не дать погибнуть людям в тяжелой жизненной ситуации. Наша цель – это поиск людей и профилактика пропажи людей, то есть распространение информации, как себя нужно вести при походе за грибами, то есть при походе в лес просто, то есть как детям себя вести, когда они находятся на каникулах где-то у бабушек, у дедушек, то есть работа в школе, то есть стараемся проводить для того, чтобы уберечь наше население, наших детей, наших горожан от таких довольно непредвиденных ситуаций, когда пропадают люди. Поисковый отряд наш – это моя вторая жизнь. Практически все свободное время я посвящаю отряду. Поиску людей, продвижению нашего отряда и, наверное, обучению. Потому что даже учитывая то, что я уже три года в отряде, все равно мы постоянно учимся. Я, в общем-то, на связи 24 на 7, выезжаем мы в любое время суток, в любое время года. Для нас нет выходных и рабочих дней. Вот и в этот раз выходным понимания обычного человека волонтеры предпочли теоретические и практические учения. Более 50 спасателей из Бреста и области проходили сначала пошаговый инструктаж в части медицины и психологии, правильной экипировки и ориентирования на местности и только во второй день перешли от теории к практике. Но не только люди постигали и закрепляли навыки поиска. Здесь были замечены и лучшие друзья человека – собаки. Я в отряде почти уже два года. Познакомились мы с парнями, когда в 2019 году был поиск на обетение. Это был мой первый поиск зима. Я попробовал, мне понравилось. Я втянулся. Сейчас я старшей группы и уже на протяжении времени всего занимаюсь поисками. Это собака Майк. Она участвовала с нами в поисках в Белорусской пущи, в пропаже дедушки. Это были его первые поиски. Сейчас у неё вторые поиски. Мы обучаем её, дрессируем, подготавливаем к поисково-спасательным работам. В поисково-спасательных работах «Ангела» задействованы отряды на территории всей Белоруссии. В одной Брестской области четыре подразделения. Обычные люди, независимо от семейного статуса и материального положения, исключительно за счёт своих сбережений и ресурсов спасают жизни наших с вами близких. С начала года на территории Бреста уже поступило более 40 заявок о пропаже людей, среди которых чаще всего старики и дети. В настоящее время открыт сбор денежных средств на приобретение квадрокоптера с тепловизором. Это устройство позволит осуществлять поиск пропавшего в режиме ночного времени, а с приближением холодов поможет спасти не одну человеческую жизнь. Людмила Логодич, Александр Воронин, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова. Уже на грядущей неделе будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Далее погоде. Партнер прогноза – растительный препарат при кашле из Германии Проспан для взрослых и детей с двух лет. Проспан оказывает отхаркивающее, бронхоспазмолитическое и противовоспалительное действие, снижает вязкость мокроты и способствует ее выведению. Для удобства применения две формы препарата Проспан капли и сироп не содержат красителей из сахара. Проспан – сила природы против вашего кашля. Я Виталий Матюшин желаю вам хорошего завершения дня вместе с каналом БУК-ТВ. Добрых вам новостей в ваших домах и будьте здоровы! Препарат при кашле из Германии. Проспан – разжижает и выводит мокроту, облегчает дыхание, не содержит красителей из сахара. Для взрослых и детей с двух лет. Мама знает, папа знает. Проспан от кашля при простуде помогает.